И в завершении о фестивале Таврида Арт, который пройдет в Крыму с 26 по 28 июля. Ожидается, что площадка объединит более 55 тысяч человек со всей России. Как стать участником и чем в этом году будет удивлять полюбившийся многим форум, спросим гостя студии. Сегодня это Кристина Шевцова, консультант отдела молодежных инициатив и общественных коммуникаций Министерства по делам молодежи Белгородской области. Здравствуйте, Кристина. Добрый день. Вы, как никто, знаете Тавриду изнутри и все ее возможности. Что для вас значит фестиваль? Он как-то изменил вашу жизнь? Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что Таврида Арт – это большой арт-кластер. И это не только фестивальная программа, но и образовательные заезды, акселератор творческих проектов, это Академия творческих индустрий Меганом, у них свой лейбл у Таврида есть. В общем, это очень большие разносторонние возможности для молодежи, которые она с удовольствием нам всем дарит. Мы знаем, что в этом году Таврида пройдет под эгидой семейных ценностей. Что интересного будет в программе? Фестиваль Таврида, на самом деле, с каждым годом удивляет нас все больше и больше. И в этом году есть как семейные заезды, так и на Тавриду можно поехать, собственно говоря, в этом году с семьей. Все это можно посмотреть на сайте, всю эту информацию более подробно. Но я думаю, что Таврида понимает, что наша молодежь, она разносторонняя, но молодое поколение тоже хочет попасть, хочет увидеть арт-кластер своими глазами, творить, развиваться и дает всесторонние возможности, максимально расширяя аудиторию в этом году. Какие направления в этот раз? Кто может улучшить свои компетенции? На Тавриду могут поехать музыканты, актеры, могут поехать певцы, исполнители, хореографы-постановщики, дизайнеры. Спектр на самом деле не ограничен, он очень широк, и я думаю, что буквально каждый молодой, талантливый человек может себя проявить. Ну и теперь о самом главном, как стать участником Тавриды. Какие критерии отбора? Чтобы попасть на Тавриду, необходимо зарегистрироваться и заполнить несложное творческое портфолио, выполнить творческое задание и сделать видеовизитку, где рассказать организаторам Тавриды, экспертам, насколько сильно ты хочешь туда попасть, насколько ты действительно достоин для того, чтобы оказаться среди лучших. Ну и если можно, пошаговая инструкция, как и куда подать заявку. Сайт tavrida.art. Вы заходите на сайт, собственно говоря, и там в категорию профи на фестивальный заезд вы можете с удовольствием заполнить регистрацию. Если будут какие-то вопросы, то всегда можно обращаться в Министерство по делам молодежи Белгородской области, к амбассадорам арт-кластера Таврида. Мы с удовольствием поможем. Наверное, один из самых важных вопросов для участников. Поездка бесплатна? Конечно, бесплатно. Все возможности, все для ребят бесплатно, потому что трансфер организует Министерство по делам молодежи Белгородской области и туда, и обратно. Ну а проживание там Таврида с удовольствием гостеприимно всех принимает. Сколько человек от Белгородской области отправится на фестиваль в этом году? Не первый год вы отправляете талантливых людей. В чем их уникальность? В этом году на самом деле Таврида дарит нам, я бы сказала, большой подарок, потому что ежегодно около 70 человек включаются в нашу делегацию. В этом году Таврида для нас расширила рамки до 150 человек в нашей делегации, поэтому шансы попасть на фестиваль в этом году в два раза увеличились у ребят. Я думаю, можно напомнить и о сроках подачи заявки. Можно подать заявку до 20 июня включительно, а сам фестиваль продлится с 26 по 28 июля этого года. Что ж, Кристина, спасибо вам большое. Мы будем следить за самыми яркими событиями и обязательно расскажем о них телезрителям. Спасибо большое. Спасибо.